рассмотрим группу элементов представленные на второй странице перечня где-то перейдем на вторую страницу здесь мы видим переменные прямоугольные переменные это битовые переменные булевые закругленные с двух сторон это целочисленные переменные входные и выходные и флуат переменные вещественные закругленные с одной стороны то есть мы имеем всего три типа переменных входных и выходных дальше функциональные блоки представлены следующими компонентами это давайте сейчас вынесем на рабочее поле и расскажем про каждый из них то есть на данный момент мы имеем 5 основных компонентов но часть из которых является универсальными если мы посмотрим rs триггер то есть это триггер у которой два устойчивых состояния нолик единичек на выходе в зависимости от от сигнала на входе с эта установка триггера в единичку сброс или установка на выходе 0 следующий компонент представлен т-триггером как основной компонент но в этом перечне если перейти в редактировать пит тип мы видим что можно его превратить из т-триггера в r-триггер или f-триггер т-триггер это счетный триггер r-триггер это триггер работающий по переднему фронту и f-триггер работающий и формирующий короткий импульс по заднему фронту сигнала на входе для того чтобы сменить тип мы сменили и мы видим на картинке изменилась буковка с т-триггера на r-триггер то есть и мы имеем значит один компонент три компонента здесь это точнее функциональных блока переходим следующему кому компоненту основной элемент тонн это таймер задержкой включения где вход им это вход сигнала выход q и время миллисекундах или в секундах мы задаем время на какое на какое будет задержан сигнал если мы нажимаем на свойственно данный или функциональный блок можно редактировать тип времени и доктировать тип время тип редактировать тип самого национального блока и локировать тип времени посмотрим что здесь такое то есть можно из тона таймера задержки включения сделать тоф это таймер задержки выключения и т.п. это таймер для формирования одиночного импульса давайте исправим его то есть выглядеть он будет также время редактор времени может давать в миллисекундах секундах либо в минутах вот мы исправили на то то есть и значит здесь того три типа элементов счетчик представлен одним функциональным блоком это универсальный счетчик который считает импульс и прибавляет по входу плюс вычитает по входу в минус . реверсивный счетчик есть вход сброса в ноль и выход q где мы будем наблюдать значение целочисленное значение то есть количество импульсов которые насчитал счетчик есть элемент move move это элемент который передает целочисленные значения с обхода и на выход q при единиц на сигнале если здесь 0 то на выходе будет сохраняться старое значение вот собственно говоря все функциональные блоки которые представлены на сегодняшний день дальше мы рассмотрим непосредственно логические элементы начать есть логические элементы давайте также вынесем на рабочий стол элемент и или затем это элемент и или элемент сравнения элемент арифметических операций выполняются сейчас мы рассмотрим подробнее какой элемент для чего нужен значит эти два элемента для работы с переменными типа булевых переменных вот такие вот это вход или выход его эта операция логическая и то есть когда две единицы на входе будет на выходе если хотя бы один нолик на выходе будет ноль аналогично но и аналогично подсоединяется входа битовые к элементу или то есть эти два элемента для работы с булевыми типами данных элемент или работ вот если хотя бы одна единичка на входе то на выходе единичка том числе будет ли 1 0 или 1 0 на другом входе все равно будет единичка только два нуля на выходе дают ноль следующие два компонента прямоугольных это для работы с целочисленными переменными вот такого типа и следующий я вам покажу компания элементы для работы с такими переменными то есть это для работы с целочисленными переменными и аналогичные только изображены в виде треугольничка для работы с вещественными переменами типа флуат. Операция сравнения. Блок представлен в виде можно редактировать всевозможные менять условия. То есть больше, меньше, меньше равно, больше равно, равно или равно. Или не равно. Для этого нужно щелкнуть по элементу и у вас элемент превратился в сравнение меньше или равно. То есть если на верхнем выходе будет меньше или равно, чем на нижнем выходе, то будет единица. В остальных случаях ноль. Ну и операция арифметическое сложение в данном случае арифметическое сложение представлено четырьмя арифметическими операциями. Сложение, вычитание, умножение, деление. То есть для того, чтобы сменить действие математическое, нужно нажать и выбрать нужное математическое действие. Мы видим, что сложение превратилось умножение. Все аналогично также и для флуат-переменных. То есть есть блок, который может складывать, вычитать, умножать, делить флуат-переменные. И есть блок сравнения флуат-переменных, который можно также настроить, сделать на больше, меньше, меньше, равно, больше, равно, равно и неравно. Вот и весь перечень элементов функциональных блоков и переменных, представленных на сегодняшний день. Спасибо. Удачи. 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 Удачи.